Всем привет! 9 июня. Кода спит. Вена собирается вот таким образом на работу. Как говорится, не в коня корм. Сколько бы я не делала коды в выпечке, он все равно не поправляется. Но этого коня надо кормить и выпечку он любит. Особенно утречком с чайком, с кофе. Поэтому пока спит, сейчас я по-быренькому сделаю оладьки. Буду собираться на работу. На улице сегодня вообще плюс 4. Жесть. Холодно, ветрено. На днях обещают, вроде бы, плюс 17. Подождем. Все, 15 минуток. Вот такая вот гора ладушков. Оладушков готова. И заодно на кухне подогрела, потеплела. Я еще попутно сварила макарошки. Такие вот лапшичку. Горик мне дарила в эту штучку. Она как и для процеживания, как для промывания, как для сливания небольшого количества там крупы и макарошек. Вот как раз то, что я сварила. Все влезла в эту штучку. Я слила. Вот это вот это самое топивар. Ну короче, вы поняли, да? Все запотели. Сейчас заправлю маслицем. И будет Коля гарнир. Мяско есть. А гарнира у меня не было. Лизка поела и пошла обратно. Я думала, она спит с Колей. Нет. Она лежит в теплушке, потому что там обогреватель. И глазеет. Вон она. Гляньте на нее. Вот. Морда хая. Пригрелась, да? Коля в ногах. Хорошо тебе? Теплушка. Кому-то на работу. У меня новый сосед по стоянке рядом со мной, который до этого стоял со мной. Ну вот, сначала у нас были контры с этим и с этим. Потом с этим, который здесь стоял. Мы помирились, стали здороваться. Все нормально. И потом они, видимо, переехали, потому что таскали вещи и переставили ставить сюда машину. И сюда ставили все, кто попало. И сейчас стал ставить один и тот же молодой человек. И вчера мы с ним нос к носу столкнулись. Он первый поздоровался. Так что вот, теперь у меня вежливый кулюторный сосед по парковке. Слушайте, сейчас еду, думаю, разные города и разное происходит на дорогах. В Лизках уже какой год мы приезжаем. На красные там ехать, это в порядке вещей. Там постоянно кто-то летит на красные. На моргающие желтые это вообще просто вот это так и надо, как на зеленые едут. Пешеходов не пропускают в большинстве случаев. не то, что там какие-то единичные случаи. Нет, пешеход стоит, ждет, пока проедут машины. Причем пешеход стоит на пешеходном переходе. Даже вот прям ногу поставят, даже две ноги на зебру. Фиг. Никто не пропустит, будут ехать. Нет, естественно пропускают, но не так, как здесь у нас в Урманске. У нас наоборот редкий случай, чтобы не пропустили пешехода. Обычно пропускают сразу, вернее всегда пропускают. И это не говорит о том, что на каждом пешеходном переходе у нас стоят там полицейские с палками, там проверяют. Нет, бывает иногда, конечно, но просто какая-то культура. Есть движение на дорогах. Причем еще что, допустим, две полосы, да, в Лисках едешь, две полосы туда, две полосы обратно. Ну, в обе стороны по две полосы. Очень часто машины едут посередине. То есть две полосы, это для одной машины. То есть она едет посередине, пытается справа, слева протиснуться. Короче, вот так вот. Разная манера движения, да, или культура движения. Фига узнает, как это назвать. Вот. Вчера у меня, ну, как бы, вернее, даже, наверное, после того, как поменяли колесо, но только я в первый день, наверное, не услышала, но на второй день я сразу услышала, как мне Коля поменял резину на летнюю, я вчера говорила. У меня в переднем колесе стали сорохи какие-то, попискивания. Короче, какая-то фигня. Но в том году, в том году было то же самое. Мы еще с папой поговорили. Папа, это не может так быстро. Машина не старая. Износится тот же самый подшипник. Я поехала в автосервис. Мне сказали, что Коля мне не докрутил колесо. В том году он был после дороги. Как раз, вот, скрипит, не знаю, слышно вам. Не кокосовый. Вот. И сейчас, вчера я ездила за шиншиллами, тоже показывала. Остановила. Сняла колпак, достала у меня ключ этот баллонник. Пыталась подкрутить. Ну, не для моих женских рук. Возможно, оно и не до конца подтянуто, но хорошо затянуто. Но вот немножко не хватает чего-то, чтобы не было вот этого вот скрипа. Надо все-таки Кулю попросить сначала попробовать еще подтянуть. Если уже не получится, ничего, звук останется. Мне кажется, он уйдет. Поеду на автосервис. А то прямо едешь, неприятно. То скрип, то еще что-нибудь. Так, ну вот тоже. Хвалила-хвалила, блин. Я по главной еду, он взял меня, подрезал. Ну, такие тоже есть. Чудики-юдики. Нет, я не скажу, что у нас прям подрезают, творят, что хотят. Тоже есть таких много. Но вот именно, что касается пешеходного перехода, вот я, например, сейчас с мужчин пропускаю, да, пешеходного перехода и красного света, это редко кто не пропустит, это редко кто пролетит на красный сигнал светофора. Говядина, дышу на 500 грамм? 333. А я не до ПМК. А, ПМК. А я ПМК. 325. Че лежит? Там жара один день-то будет, и то все ждут этот день. Ага. Чего там, Жень, че там? Улет пишет. Ну два дня жары. Обалдеть. 18 градусов, готово. А вы куда ездили? Я ездила, знаешь, куда? Марсиальные годы. А, да. Вот такой завод. Типа, ненадолго, да? Санаторий, на 10 дней. Ага. Я ничего, 3 года не была вот. А я съездила, я так хорошо отдохнула, я просто обалдеться отдохнула. Ну отлично. Я, во-первых, подлечилась, там же столько процедур. Вот 50 тысяч, короче, мне она обошлась, да, на 10 дней. Четырехразовое питание и по 6 процедур ежедневные. Ну, во-первых, вы не отдыхали, вы отдохнули хотя бы. Отдохнула. Поменяли обстановку, это я уже хорошо. Да, так я вот 3 года. Первый год с Колей я возилась целый год практически, да? Ну, а сейчас я тоже ж к нему моталась постоянно же, это самое, кандалакшу, по поездикам. Он сейчас кандалакшу? Да, он кандалакшу кандалакшу. А, ну я думала, он тут мурманский, а? Это самое, как его. Так я никуда не ездила, а то на похороны ездила, а то еще что-то, отдых что-ли. А там в кандалакшу-то где ухаживают за ними, да? Да, для постарелых, мургитых. А, слушайте, попила на работе чайку и чуть не рухнула на стол просто, в прямом смысле слова, я чуть не отрубилась. Короче, я не помню, откуда у меня этот чай, скорее всего, я его сама покупала. Гордный цветочный чай. Я его открыла, распечатала до отпуска и смешивала с черным чаем, добавляла для запаха, потому что здесь малина, мята, чабурец, он такой состав, что это, ну, пахучий, хорошее. И сейчас пришла утром на работу, заварила чай, заварила его просто без всякого, не чаю, именно вот этот вот состав, да? Заварила без любого чая, без каких-то добавок, вот полностью как он и есть, и захотелось бы не вот этого аромата, заварила прям побольше заварочки. Ой, вот, полная сетечка, молодец, Лена. И потом беру, еще раз внимательно читаю, душица, ромашка, лепестки, рот, акация, бессмертие, изосмин, мята, чабурец, малина. Короче, несколько из этих компонентов, они просто успокаивают и влияют на такое состояние, что клонит ко сну. Этот чай надо мне забирать домой и вечером перед сном его пить очень хорошо, но на работе ему точно не место. Вот я реально чуть не отрубилась. Слушайте, я дома принесла свою швейную машинку, она куплена много лет назад, и она новая. Я на ней сшила, наверное, пару раз. Училась вставлять вот это все. Вот, и не помню, как я тут все вставляла, честно говоря, или по видео с интернета. Короче, я все вставляла. Здесь что-то тут регулируется, наверное, строчка мусора. Вот, что-то здесь как-то, это же документы, сейчас быстро не найду на нее, но все что можно найти по названию и посмотреть какой-нибудь видеоурок. Маме надо подшить сарафан, я ей купила новый сарафан домашний, он длинный, подшить. И штаны, короче, я брала у нее с пижамой штаны, надо было укоротить с двух сторон. Я укоротила с одной стороны, потом, видимо, закрутилась, завертелась, и ту же самую штанину я укоротила второй раз. И потом, не сравнивая штанину, я думала, что я обе штанины укоротила, не одну-два раза. Я одну подшила, вторую подшила, понятно, что одна короче, одна длиннее. И теперь надо мне это дело все выровнять. Машинка, пишет, постирала. Но на руках шить не хочется, все-таки на машинке аккуратнее и быстрее. Хотела Олю попросить, Оля, по-моему, училась на швию когда-то. Ну, блин, у меня есть машинка, у меня есть руки, неужели я сама не справлюсь? Короче говоря, главное, чтобы правильно заправить все это дело. А прострочить я уже смогу, поэтому вот что-то у меня тут было заправлено. Как это вот, как это тут так? Так, что ли, должно лизать? Оно что, не спадет? Что-то тут неправильно, кажется. Если будет крутиться туда нитка, оно слезет. А здесь, или ты здесь, подожди? Наверное, здесь должна быть, наверное. Как-то так. Ну, короче, буду сейчас тренироваться. Ну что, пришлось не помучиться. Коля сидел рядом со мной какое-то время, сопереживал. Я смотрела видеоуроки, пыталась понять. Изначально у меня тут все стояло неправильно. Здесь не должно было стоять. Это, наверное, для шпульки, когда наматывать. Потом, когда я уже все вставила, ничего мне не крутится, ничего не лезет. Думаю, где-то что-то застряло. Боюсь сломать иголку. И уже методом научного тыка до меня дошло, что у меня была включена перемотка вот этой шпульки. Видимо, я последний раз наматывать пыталась сюда. Короче, все я сделала. Подшила штаны. Вот. Два раза прострочила строчка. Вот она, видите? Двойная строчка. Здесь очень коротко, поэтому не получилось подогнуть с этой стороны. Да? Не получилось подогнуть. Пришлось строчить два раза, чтобы, ну, вот это низ не лохматился. Но оно, в принципе, не лохматится, но на один раз мало. И теперь штаны одинаковой длины. И я понимаю, что кто постоянно шьет, кто давно шьет на машинке, будет с меня просто смеяться, скажет, Лена, что тут такого сложного? Ну, для меня это на самом деле как бы сложновато, потому что последний раз я полноценно шила в школе на уроках труда. Это когда было. И при чем-то тут машинка, да, ручная была. Там все проще. Вот. Ну, естественно, я все позабывала. И когда эту машинку тоже купили, я что-то пыталась, тыркалась. И в итоге я так ничего не дотыркала. Вот. А сейчас я все заправила, поняла тут, что немножко по строчкам, по видеоурокам. Потом, когда вот эту штуку вниз опускаешь, машинка строчит назад, кулика шлят. Делать строчку назад, тоже хорошая функция. То есть есть зигзаги какие-то, это еще какую-то покупают, то ли лапку, то ли, ну, отсюда вот что-то меняют, еще что-то дополнительной функции. Ну, это не сейчас. Не сейчас. А, еще не могла понять, почему у меня спадает отсюда нитка. Спадает и спадает. Смотрю, ну, видео у всех болтается, тут у меня спадает. И одна немножко приблизила, смотрю, там заглушка. Полезла сюда, здесь вот этот такой рюкзачок стоит. Ну, потом ее вставлю, со всякими припамбасами нашла заглушку. То есть все, заглушку поставила, не спадает. Фух, слава Богу, слава Богу, я разобралась немножко. Сейчас еще достану сарафан. Вот, со штанами порядок. Вот этот вот сарафанчик домашний, этой маме купила, когда была в отпуске. И очень он ей нравится, он и мне нравится. И я в нем тоже как бы нормально смотрюсь. Вот, ну, нормально он не идет. Ну, такой, конечно, немножко хочется венок в голову, или еще что-то венок в голову. Господи, Лена, венок на голову такой, знаете, ну, вот такой вот романтичный сарафанчик. Маме как раз он хорошо, вверху все, по талии, ну, везде хорошо. Ну, длина, я так и думала, что будет длинный. Вот, но везде ничего не найдешь, чтобы прям вот тютя в тютю было. И вот этот нижний валан, мне надо практически весь отрезать и подшить, опять же, на машинке. Сейчас я отрежу, потом наметаю, чтобы ровненько было, и потом прострочу. Но, опять же, черная нитка сюда не пойдет. Надо что-то светленькое. Сейчас буду смотреть опять видеоуроки, как наматывать на шпульку, потому что черная шпулька уже была намотана. Мне надо какой-нибудь другого цвета. Ладно, буду дальше возиться. Так, ну все, нужный цвет ниток намотала на шпульку, все туда заправила, все достала ниточку оттуда. Единственное, что у меня не получается, это работа с нитковдевателем. Вот эта вот штука, как-то тут тык сюда цепляешь, потом тык поворачиваешь, и оно тык туда должно запихаться. Но у меня вообще ничего не получается, даже не могу понять принцип. Что там, куда пихает? Не знаю. Короче, я вручную запихиваю, да и все. Вот, и еще я посмотрела, сколько я обрезала. Во-первых, я очень долго рисовала, потом я очень долго резала. Вот знаете, какой круг, вот этот вот, о-о-о, огромный просто внизу, огромный вот этот вот круг. И все это я хотела наметать вручную, теперь уже не хочу, потому что я устала рисовать, потом я устала резать. Хотя не так уж много времени, но я представляю, что-то подшивать не буду. Короче говоря, сейчас аккуратненько буду подгибать, не спеша, и буду все это дело прострачивать. Или как правильно сказать? Буду все это дело строчить. Я же швея сегодня прострачивает, где-то я на такое слово выковырила. Ну что, учусь на своих ошибках. С этой стороны вроде бы более-менее. Шовчик все, да? Ну, вроде ровненько так строчила, все пристрочила, прогладить. И будет нормально. Но, когда переворачиваешь, знаете, что с этой стороны? С этой стороны нифига, вот по мне не более-менее. Оно, конечно, не будет тут ничего лохматиться, потому что все захвачено. Но, видите, где я строчила? Я строчила очень далеко. И я сейчас понимаю, что надо было мне строчить. Я держала ткань вот так вот, да? И так строчила. А надо было, наверное, наоборот. И здесь строчить снутри, чтобы я видела, чтобы шов шов здесь более-менее по краю. Ну, учимся на своих ошибках. И это ладно. Сейчас я все это дело переверну. Вот будет у меня два шва. Прострочу еще раз с этой стороны. Внизу все равно не видно будет, что два шва. Даже если кто-то увидит, что это два шва, ну, ничего. И три шва, и можно, и четыре шва. Какая разница? Лишь бы было подстрочено. Поэтому, ну, вот так вот. Вот так вот. Мой первый опыт. Мои первые ошибки. Ну, тем не менее, какой-то звик уже есть. Уже, по крайней мере, что-то построчит уже. Наволочку сшить выкройку, я думаю, смогу сделать. Я уже соображу. Ну что, ну все. Прострочила. Сейчас пойду отутюжу. И все. Конечно, не очень ровно. Не очень, сказать, качественно. Ну, до первого раза сойдет. Так, ну что, все. Я отутюжила, все сложила. Может быть, завтра завезу мамульки после работы. И все. Вот такой маленький бложек, да. Когда в отпуске влоги большие, много чего-то снимаю, какие-то действия. Тут утро встала, сходила на работу, пришла с работы. Все. Дела какие-то поделала. И до свидания. Все еще надо сделать педикюр. Надо все-таки вот эти ногти, которые я в дороге делала, хотя они еще более-менее терпимые. Но все равно их надо поменять. Вот завтра еще денек такой так себе. Послезавтра вроде потеплее. А сейчас прям люди идут бедные с коляской, шупираются. Ветер дует в лицо. Кошмар, караул. Ладненько. Все. Всем пока. Спасибо, что вы со мной. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok.